В Самаре на улице Алматинской продолжается ремонт проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на участке от улицы Олимпийской в направлении проспекта Металлургов. С 22 июня увеличат количество авиарейсов из Самары в Сочи. Теперь их станет 27 в неделю. Дополнительные полеты будут по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Самары в 4.05, прибытие в Сочи в 6.25. В Самаре до 31 октября действует особый противопожарный режим. На территории лесов, дачных и приусадебных участков запрещено разводить костры, выполнять работы с открытым огнем, сжигать мусор, сухую растительность и отходы. В преддверии Дня кинолога самарские правоохранители пообщались с воспитанниками комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник». Ребятам рассказали об особенности профессии кинолога и познакомили со служебными собаками. Встреча прошла в рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом». В РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководящим составом подразделений ГУМВД России по Самарской области. Обсудили ключевые направления совместной работы в числе основных вопроса миграции, противодействия киберпреступности и дорожно-транспортная обстановка. Мошенники активно используют период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов в своих противозаконных схемах. Они пытаются продать школьникам правильные ответы тестов, а родителям бюджетные места в вузах. Эксперты напоминают, что любые попытки обойти правила являются незаконными, а злоумышленники лишь пытаются завладеть средствами своих жертв. В Самарской области с 21 июня по 1 июля можно будет наблюдать июньские баотиды. В атмосфере вспыхивают и сгорают до 100 метеров в час. Это явление возникает с приходом астрономического лета, сразу после летнего солнцестояния. Пик звездопада ожидается в ночь с 27 на 28 июня. В Великом Устьюге в Зоу саду Деда Мороза родился теленок, которого назвали в честь героя популярного турецкого сериала. Бычок шотландской породы Хайланд получил имя Серкан Балат.